Перед нами устройство зеркального фотоаппарата. Есть объектив и сам фотоаппарат. Картинка, проходя через объектив, попадает на зеркало, отражается через систему зеркал, и мы видим ее такую, какая она перед нашими глазами, через видоискатель. Во время нажатия кнопки спуска затвора у нас зеркала поднимаются, и изображение попадает на матрицу. Матрица — это светочувствительный элемент, на котором изображение фиксируется, и мы его видим дальше на компьютере. Раньше это была пленка, и изображение фиксировалось на пленке. Сейчас это современная цифровая матрица. А теперь сравним это с беззеркальной камерой. У нас изображение через объектив попадает на матрицу, вот на эту, и мы видим ее на экране, а в некоторых моделях еще и в видоискателе, тоже в электронном. И мы перед нажатием на кнопку спуска затвора видим сразу картинку, которая у нас получается. А сейчас посмотрим на камеры вживую. Это беззеркалка. Мы снимаем объектив и сразу видим матрицу. Но есть еще шторки, которые отделяют кадры. Нажимаем — мы видим шторки. А теперь откроем зеркальный фотоаппарат. Также нажимаем на кнопку. И здесь мы видим блок зеркал. Если его поднять, не делайте так сами, мы увидим шторки. И когда мы включаем и делаем фотографии, у нас поднимается зеркало. Отойдя от технических различий, что же у нас остается в сухом остатке на практике? В беззеркальной камере мы видим электронную картинку, которая у нас получится сразу и в видоискателе, и на экране. То есть мы можем выбирать, через что нам смотреть, через видоискатель, через экран. То, что мы видим, то и получается. В зеркальных же камерах мы через видоискатель видим картинку через объектив, точно так же, как мы бы видели ее в бинокле, в перископе. А включив Live View, мы можем видеть тоже электронную картинку на экране. Итак, давайте подытожим. Если у вас уже есть фотоаппарат, это может быть зеркальный или беззеркальный фотоаппарат, не нужно торопиться его менять. Вы можете получить классные фотографии на то, что у вас уже есть. А когда точно поймете, что вам нужно, уже в этот момент обновите камеру. Если вы стоите перед выбором новой камеры и хотите купить новую, то смысла покупать зеркальную камеру, скорее всего, уже нет. Потому что рынок зеркальных камер, он не особо сейчас развивается, а развиваются именно беззеркальные камеры. Если вы рассматриваете бу-камеру, то стоит посмотреть именно на зеркальные камеры, потому что их в идеальном состоянии на вторичном рынке гораздо больше по очень хорошим ценам. А теперь мы подробнее поговорим, из чего состоит наша камера. Начнем с самого верха. У нас есть здесь крепление для вспышки, называется горячий башмак. Как вы видите, на всех моделях камера он есть, и он универсальный. По факту вспышка с ручным режимом от Canon будет работать и на Fujifilm, и на Sony. Дальше у нас есть кнопка спуска. Она выглядит у всех немножко по-разному, но принцип одинаковый. Она находится под указательным пальцем. Везде есть отсек для аккумуляторов. Аккумуляторы не взаимозаменяемы, то есть аккумуляторы от Fujifilm не подойдут к Sony и Canon. Но внутри бренда есть преемственность. И аккумуляторы Sony подходят практически для всех камер Sony. Аккумуляторы Fujifilm проходят практически для всех камер Fujifilm. Точно так же с другими брендами. В большинстве камер внутри аккумуляторного отсека еще находится отсек для флешки. На нижней части камеры также располагается еще крепление для штатива. То есть у всех камер крепление для штатива располагается внизу. Сюда вы можете одеть специальную площадку и использовать камеру на штативе. На некоторых камерах есть микрофон или динамик. Еще на нижней части. И в принципе внизу больше ничего нет. Убрав сбоку резиновые заглушки, мы видим дополнительные отверстия для подключения. Где-то есть Type-C, где-то microUSB. Плюс есть подключение для микрофона и выхода наушников. В каждой камере набор подключений разный. И чем более профессиональный уровень, тем больше возможностей подключения разных устройств. Еще на камерах есть экран. Например, вот этот экран на Canon, он не откидной. Но беззеркальных камерах практически на всех есть откидные экраны, которые позволяют снимать сверху, либо наоборот снизу, подняв камеру высоко. Это очень удобно, но добавляет дополнительный механизм, который может сломаться. Также на некоторых камерах есть встроенная вспышка. Например, у Fujifilm, вот здесь вы вообще не увидите, что она есть. У Sony тоже достаточно хорошо спрятана. Считается, что встроенная вспышка нужна только на любительской камере. Хотя это очень удобная функция, которая иногда помогает. Место, за которое мы держим камеру, называется хват. В каких-то камерах он поменьше, в каких-то побольше. В зависимости от того, какая у вас рука, попробуйте, посмотрите, что подходит больше вам. Место, где объектив крепится к камере, называется Bayonet. Как на объективе, так и на фотоаппарате. У каждого бренда свой Bayonet. Практически на всех камерах есть видоискатель, через который мы видим изображение. На беззеркальных камерах, на зеркальных камерах вы можете настроить видоискатель под свое зрение. Есть коррекция, как правило, от минус 4 до плюс 3 диоптрий. Для того, чтобы вы могли без использования очков и линз снимать через видоискатель. Несмотря на разнообразие брендов и моделей, все камеры имеют схожее строение. Разобравшись в одном бренде, в одной модели, вы с легкостью сможете изучить и другие камеры. Субтитры создавал DimaTorzok